Сегодня у нас в гостях маг, волшебник, обладатель награды Мерлина, иллюзионист из Америки Кевин Спенсер. Америки Кевин Спенсер Я думаю, не нужно бояться пробовать что-то. Любой ребенок, независимо от своих возможностей, должен стараться сделать что-то новое. Ваш любимый предмет в школе? Мне таких вопросов никогда раньше не задавали. В школе у меня было два любимых предмета. Естествознание, потому что оно связано с открытием чего-то нового, и математика, потому что это всегда интересно и весело. В детстве на какого персонажа книги или кино вы хотели быть похожи? На это мне легко ответить. Гарри Гудини. Это человек, про которого я постоянно читал в детстве, потому что я мечтал стать фокусником. В каком возрасте приходит мудрость? Я думаю, мудрость может прийти в любом возрасте, потому что мудрость связана с опытом. Возможно, уже в детстве вы были мудрым, а со временем, накапливая опыт, вы становитесь еще мудрее. Как забывать обиды? Я думаю, забыть обиду проще всего, простив ее. Если вы простите человека, то вы забудете обиду. Самый толковый совет, который вам давали в детстве? Не бояться мечтать и не бояться достигать недостижимого. Какой совет дадите моим сверстникам? Тот же совет. Не бойтесь мечтать и не бойтесь достигать недостижимого. Самый яркий день в вашем детстве? У меня было много памятных дней в детстве, но самый главный из них, это когда я получил свой первый набор юного фокусника. Какую песню вы включаете, когда у вас хорошее настроение? Да, ты правильно. Это фрагмент, и я влюблен. Пятница «Я влюблен» группы The Cure. Какую книгу вы посоветовали бы обязательно прочитать каждому подростку? Это была книга доктора Сью, она называлась «Кошка и шляпа». Но книга, которую я действительно запомнил, была прочитана мной в пятом классе. Она называлась «Гарри Гудини. Человек, который ходит сквозь стены». А теперь не серьезно, но интересно, как вы относитесь к рыжим? Я периодически работаю в Ирландии, где очень много рыжих, поэтому могу сказать, что они очень крутые. Большое спасибо. Кевин, мы были рады встрече с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!